здравствуйте приветствую вас на youtube канале про цветок с вами работает ученый-агроном ломонос петр о чем мы сегодня поговорим сегодня мы с вами поговорим о погоде о том как она действует на растения и как спасать наши растения ведь у нас растение все-таки более умеренного климата они жаростойкие те растения которые привыкли жить в пустынях или тропиках при высоких температурах у нас не живут в открытом грунте тоже что мы выращиваем я бы уже приспособилась за столько столетий выращивания более ну условия условиям выращивания более низких температур температуры которые стоят сейчас у нас белоруссии 30 36 даже вот рекорд был 37 градусов не совсем благоприятно действуют наши растения почему быстро земля нагревается влага быстро испараться и что растение испытывает недостаток лаги начинают увядать растения конечно на больших масштабах те советы которые дам провести невозможно но на своем участке который в 6 10 15 соток вы их можете вполне использовать и вполне облегчить себе жизнь ну конечно но я считаю так что самое первое что надо сделать это полить растения вы понимаете что то что поливаем растения это не совсем правильно вот потому что мы поливаем растения кабы мы делаем поверхностный полил со шлангом мы поле поливаем хайерос пылитель стоят мы делаем поверхностный полив когда то свою бытность работы на производстве у нас растение поливали но плантации овощные фрагат немецкий поливочная машина фрагат так вот после того как проходил фрагат он шел медленно круг 400 метров он сделал за неделю ну почти него по полю пройти было невозможно ноги почти колотки увязали в грозе вот это было настоящий пролив настоящий полив растений поэтому эта капуста прекрасно две недели себе две две с половиной недели прекрасно чувствуется без всяких всяких поливов независимо от капризов погоды вот дома со шлангом и поливаем поверхностно что то дает если поливаем каждый день для растения это польза но не забываем что верхнем слое находится много сорняков которые прорастают и густым слоем покрывает нашу поверхность так что минус ежедневного полива но и переходит на капельный полив конечно капельный полив больше более такой экономичный потому что во-первых расходности меньше влаги ну и мои принимают капельный полив я же и другие способы как помочь растения уже уже в жару так уменьшить испарающую поверхность ну значит заметим что значит почва любая почва темная значит она награется на солнце для того чтобы она стала более светлая более такая ну отражала больше солнечных лучей что необходимо сделать в эту упору беру это самое такое рыхлитель зубчатый и просто напросто мы рыхлим почву почва верхний слой почвы от подсыха подсыхает вот и раз подсыхает он он светлеет цветы этот верхний слой над испарающая поверхность почвы значительно уменьшаться вот это один способ зашиты растений рыхление потому что называется рыхление почвы это сухая поливка мы разрушаем верхний слой почвы ваток влаги с почвы прекращается у нас влага остается почве следующий способ который необходим для защиты растений в жару вот что можно сделать значит используем мульчирование ну для мульчирования конечно материалы можно использовать самые любые очень доступный материал нас белоруссии это солома поскольку на корма на все раз не используется посилку очень мало поэтому любом хозяйстве будут рады вам выписать пару рулонов этой соломы насть мы всю землю между растений будет будем будем просто напросто засыпать слоем соломы это второй способ это как бы мульчирование вот если вам наш нету транспорта доставить ту солому где-то выписать подъехать ближайшее хозяйство значит вы можете прикрыть пленкой если такие вот культуры как вот у меня посажены здесь кабачки их можно прикрыть пленкой но пленка должна быть белого цвета вот опять же вопрос может возникнуть часто встречаться техническая пленка одна сторона белая вторая сторона и который закладывать конечно черной стороной вниз белый наверх нам надо чтобы как можно больше солнечных лучей отражалось от поверхности почвы это бы способствовать чему уменьшится пойдет больше испараемся в этой точки зажить плотно ставят меньше нагреваться то есть чем больше тепла идет тем быстро награется мы его часть отсылаем назад в атмосферу вот чтобы дальше награваться так чтобы запомнили техническую пленку ложим белый белый с тобой вверху ну и что есть тоже очень простой способ который вы можете применить и на всех культурах если вам не нравится мучиливая не нравится пленка не нравится белый спонбонд который можно заслать также это самое есть еще более простой способ я вам покажу для этого нам понадобится вода вот для этого нам понадобится 300 300 300 грамм мела и 300 грамм хозяйства мыло ну значит многие труд по старинке мыло на опять же на терку не надо делать сейчас производитель выпускается жидкое мыло хозяйственное вот такой мы возьмем 50 грамм для чего будет мыло мыло просто прилипать им давайте я вам потом покажу как а то есть раствор и что мы сейчас сделаем чтоб вам было понятно берем 300 грамм уберу стакан вот и наливаем 200 грамм мела и сотых полстакана 100 грамм мела если чуть больше меньше не волнуйтесь это самое растение вы не сожжете взяли мел берем хозяйственное мыло вот я использую жидкое потому что не надо терять на терке его нам надо 50 грамм отмираем после этого мы все перемешиваем совком для того чтобы получить нужный нам раствор раствор у нас готов а дальше что нам необходимо не описать ничего обычный веник который конечно есть у вас и на даче и дома вот обычный веник что беру берем и начинаем просто-напросто брызгать растения наш раствор который находится на листьях вот он пройдет время на солнышке и погода хорошая сухая жаркая буквально через полчаса он высохнет на растение останутся белые белые пятна вот вы не поверите но эти белые пятна это самое уменьшают испараемость влаги почти наполовину то есть нашему растению станет более комфортно его не так будет жарить солнце так что возьмите на вооружение этот способ это можно применить не только на кабачках это можно и на фасоли этого на огурцах это на свекле в общем любая садовая культура даже плодовые деревья положительно отзовутся если и побрызгать милом кстати этот такая вот обработка такими пятнами меловым раствором очень хороша на хвойниках зимнее время такая обработка защищает хвойники от вымерзания они так замерзают и особенно хорошо переносит весенние невзгоды непогоды так что возьмите это способ на вооружение тем более что все составляющие очень простые вы видели все делается очень просто но эффективность вы сами будете поражены что так просто вы защищать растения жары вы уже посмотрели например и кабачков мы показали в открытом грунте как зашет мульчирование рыхление почвы мульчирование оградок и этой пятнистой такое нанесение пятнистости на листья мы подохраняем растения от жары надеюсь там все понятно вот и не забывайте вдобавок после любого полива почва уплотняется а уплотняется почва плотная почва становится уплотнилась и она очень быстро пропускает как бы влагу влага вся начинает образуется корка и влага уходит наверх поэтому обязательно рыхлите корку и еще один такой маленький секрет по сам поливу что тоже многие неправильно делают вот если вы замечали по дождю смотрите дождь начинается маленький потом дождь усиливается становится большой точно также по поливу не надо стремиться сразу поливать сразу как дождика мы проходим по поверхности мы прошли по поверхности чуть-чуть ее увлажнили и после этого наша почва очень хорошо уже всю влагу будет воспринимать всю влагу от полива после эту наш там обильно поливать узнать этот эффект это раз во-вторых если мы с вами дождеванием потом полил значит мы сохраним почвенные поры и мы сохраним воздух который находится почве не будем выяснять а если мы просто станем заливать мы забиваем почвенные поры и у нас от полива приходит вред ну конечно в открытом грунте может даже легче там бывает и более прохладно но в теплицах которые у нас есть почти у каждого теплицы парники есть у нас проблемы более серьезные почему потому что если на улице 30 градусов 35 градусов наши теплицы все 50 градусов а сами знаете что при температуре более 30 градусов нас пыльца и помидор и баклажан и перцев становится нежизнеспособная вот то есть тот урожай который мы думаем мы уже можем несмотря на все наши старания можем не получить что необходимо сделать ну сейчас раньше теплицы были стеклянные сейчас теплицы более полик поликарбонатные они есть почти у каждого как смотрите в старые добрые времена в эту пору когда солнце начало такой жарить нещадно что брали делали брали мел и просто-напросто забеливали все стекла значит уменьшаться наша освещенность где-то на процентов 25-30 уменьшается но даже у нас условиях белоруссии это не сказывается на урожая урожай растет отлично ну такой же прием можно посоветовать забелить и поликарбонатной теплицы вот ну и такая бы более трудоемкая сейчас при современных материалах при современных технологиях все можно сделать гораздо проще сейчас выпускаются спонбонды берем спонбонд марки сув 40 сув 42 берем сув 42 им просто-напросто снаружи теплицу вот именно в эту пору когда стала жара мы накрываем теплицу причинка теплицы вот просто спонбонд если потяните поликарбонатную теплицу снижает температуру на 10 12 градусов так что заметьте что если температура 45 градусов минус 10 градусов уже 35 градусов а если еще 12 33 то есть условия для растений уже в нашей теплице будут более комфортным для того что ну просто за счет того что мы притянили теплицу кроме спонбонда вы конечно мотя шажа и расчетки и строительные сетки и которые пропускают разное количество света поэтому точно так же всю эту теплицу можно накрыть этой сеткой накрыть сверху этой сеткой вы умеете освещенность тем более что на сетках которые этих строительных там написано что пропускает столько-то процентов света 40 процентов затемняет 60 процентов затемняет 30 процентов затемняет соответственно в строймагазине вы можете такую сетку тем более что эта сетка вам послужит не один сезон вы эту сетку натянули снаружи на теплицу закрепили внизу там то ли камушками то ли но рейками то ли ну вопросов много и она будет так висеть пока не спадет жара спадет жара сняли сетку скрутили и она будет жить до следующего года так что поняли первое что нам необходимо в закрытом грунте это необходимо чтобы цеплица не перегревалась поэтому мы используем различные материалы кто притянить теплицу а теперь мы с вами пойдем саму теплицу покажем как умерщить испарение с почвы потому что теплица нагревается как умерщить испарение с почвы давайте зайдем теплицу ну мы уже притянили теплицу мы уже провели зеленые зеленые операции на наших помидорах в закрытом грунте вы смотрели эту предыдущих роликах а сейчас нам необходимо сделать так чтобы грунт не же нагревался а грунт не нагревался в теплице только одним способом есть и мы его замульшируем опять же используем наш такую используем солому и этой соломой мы засыпаем где-то слоем 5-7 сантиметров все наши и между радио и проходы все-все вот видите как наша поверхность становится желтой значит она будет меньше нагреваться меньше меньше пропускать солнечных лучей и соответственно наши растения будут перегреваться меньше и еще один немаловажный факт замечу если вот вы так замульчируете свои посадки в теплицах вы заметите что фитофтора стали добавить вашу теплицу стороной то есть это и защитная мера против 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 фитофторы вот и огурцам точно так же такая вот притяночка корней очень 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 нравится поэтому возьмите этот прием на вооружение это как бы и биологическая защита от болезней которая делается делается очень просто и в то же время влага испарается гораздо меньше и что немаловажный плюс этого способа в том что под мульчирующим слоем никогда не образуется почвенная корка и если вы поливаете вода сразу моментально моментально упитывается то есть поры почвенные поры открытые вода моментально упитывается идет к растениям вот так что здесь замульчировал вы забудете что такое рыхление рыхление теплицы ну это это уже не эта работа отпадет с массовой ну говорю соответственно что меньше болезни меньше вредителей учтите наши способы если вас интересуют другие способы другие это самое смотрите у нас мы можем бумажном варианте выпустить вам целый целый выпуск вы прислать свои лайки свои пожелания и издатель который хочет вас осчастливить напечатать наши труды до новых встреч хорошего урожая до свидания урожая до новых встреч